Всем огромный привет! Я, как всегда, очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу вам показать свои фавориты за декабрь месяц. Такие видео я снимаю нечасто, потому что, ну, косметику я покупаю крайне редко, по той причине, что у меня уже достаточно много ее. Но есть такие вещи, которые мне действительно становятся интересны. Я их покупаю, и потом уже с вами могу поделиться в каком-то видео. Предварительно, естественно, их протестировав некоторое время, месяц, там, может быть, чуть больше, либо чуть меньше. Но как только я понимаю, и у меня складывается свое мнение о продукте, я обязательно делюсь этим видео. Так что сегодня хочу вам показать свои фавориты. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Начнем с тех вещей, которые я действительно очень люблю из косметики, и чем меня всегда можно порадовать. Я даже недавно задумывалась о том, какому подарку я была бы точно рада. Это, конечно же, от палетки теней. Я очень люблю именно тени. Если говорить о сегменте, который мне наиболее интересно все время пробовать, да, это как раз-таки тени. А по всему остальному я как-то отношусь спокойно. И когда была распродажа на сайте Beauty Bay, Beauty Bay доставляет по всему миру, и у них, по-моему, нет сейчас бесплатной доставки. Есть за 9.90, это вы не получите трек. И 11 евро, это вместе с треком. Доставка достаточно быстрая, 7 дней примерно. И что там? Обычно там бывают очень хорошие скидки до 60%. Я увидела там вот эти две палетки, именно они мне попались на глаза. Но на самом деле за вот это я следила очень давно, когда-то уже хотела ее заказать, но почему-то не было доставки. И это марка Revolution Makeup. Это Makeup Revolution. Там у них много таких подразделений, и вот одно из них. И я выбрала себе вот такую палетку. Так как я очень люблю зеленый цвет, мне хотелось именно попробовать у них зеленые тени, потому что одну палетку чисто зеленых оттенков я покупала у Huda Beauty, и я ее обожаю. Но вот это мне тоже понравилось, особенно то, что здесь выгравированы листики конопли. В общем, ну, в смысле не сама конопля нравится, а именно то, что здесь есть рисунок. По качеству эта палетка, ну, вот ничем не уступает Huda Beauty, который у меня есть. Ведь раньше я всерьез особо Makeup Revolution не воспринимала, потому что мне казалось, что, ну, они такие, знаете, не очень. Но сейчас качество просто на высоте, да, и у многих палеток по 5 звезд, поэтому могу порекомендовать вот к этой серии присмотреться. Здесь вот такая металлическая коробочка, и обязательно сводчи я вам парочку покажу в процессе того, как идет видео. И следующая палетка Beauty Bay, у них есть и своя косметика, и они выпускают разные палетки. Там есть огромные, по-моему, около 100 цветов, есть поменьше, по 4, есть 8. Ну, в общем, большое разнообразие. Тоже раньше качество у них было не очень. Я смотрела по звездам, там 3 звезды, 4 звезды было. Это максимум. Но сейчас есть палетки, которые действительно заслуживают вашего и моего внимания. Вот одна из них, очень красивая палетка. Пришла в шикарной такой зеленой коробке. Ну, я ее, естественно, выбросила, потому что упаковки я не собираю. Дальше здесь есть огромное зеркало, что тоже очень удобно. Можете спокойно в него краситься. И вот такие вот оттенки. Тоже достаточно популярны сейчас. Если вы зайдете и на странички в Инстаграм где-то, и в разных популярных пабликах по макияжу, то вот эти цвета сейчас тоже очень часто используются. Ну, по крайней мере, я вижу очень часто розовые, фиолетовые, темно-синие. Вот такие разные макияжи. Что я хочу сказать, очень меня порадовали эти тени. Просто я им, наверное, 100 баллов даю, если такое возможно. Потому что действительно качество просто супер. Пигментация улетная. Цвета, которые здесь, именно там сатиновые, перламутровые и с глиттерами, они очень-очень хорошо передаются, переносятся на ваше веко. И вообще никаких нареканий. Палетка абсолютно не пылит. Так что тоже могу рекомендовать к ней присмотреться. Вот предыдущая палетка мне обошлась буквально там в 9 евро. Это вместе со скидкой. И вот эту палетку, по-моему, я купила за 12 евро. Очень-очень достойная марка сейчас стала. Так что вот рекомендую присмотреться. Ссылки, конечно, я оставлю на все продукты, которые показываю в описании под видео. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, это уже будет продукт для губ. Это вот такая вот помада от марки L'Oréal. Я тоже заказывала ее. Здесь единственное, что не очень хорошее, это матовая такая упаковка, которая постоянно пачкается. Я заказывала ее тоже на Beauty Bay, но есть в свободной продаже в любом косметическом магазине. Просто я заодно накидала, когда были скидки. Вот так выглядит эта помада. И сейчас она у меня на губах. Не в полную силу я ей красила. То есть совсем немножко так прижимала. И похожа она по своему цвету, наверное, на карандаш номер 10 от марки R'Oréal, который я очень люблю. Сейчас вам сделаю свой, что же покажу. Вот так она выглядит. Помада просто нежнейшая, отлично наносится. Она достаточно стойкая для помады. Очень комфортно ощущается на губах. То есть губы с ней не сохнут, несмотря на то, что она матовая. И стойкость у нее достаточно приличная. То есть если вы просто нанесете ее, да, нанесете ее в течение дня будете ходить, но не будете там бесконечно есть или пить, то она держится довольно неплохо. И пигмент хорошо остается на губах. То есть он немножко так въедается. И если она даже стирается, то это не выглядит как-то странно. Единственное, что у этих помад достаточно такой сильный выраженный аромат, что я не особо люблю. Но он в течение того времени, пока вы ее носите, он то ли выветривается, то ли вы к нему привыкаете. И никакого дискомфорта она не доставляет. Так что тоже могу посоветовать присмотреться. Я обязательно название укажу или уже указала, не знаю. Здесь вот сзади оно написано. Можете присмотреться и к другим оттенкам из этой серии, потому что, в принципе, там, я думаю, каждая девушка для себя найдет тот оттенок, который она любит. Просто, наверное, мне кажется, вот этот наиболее популярный, потому что его практически весь раскупили на тот момент, когда я как раз собиралась заказывать. Там буквально две штуки, по-моему, оставалось. Вот, так что советую присмотреться. И тоже ссылку и всю информацию оставлю в описании под видео. Далее хочу вам показать еще очень классную вещь для глаз. Я не помню, может, в каком-то из видео и во влоге я ее показывала. Это база для теней... А, точно, я делаю пост в Инстаграм когда-то давно. Это база для теней от марки Гош. Если вдруг вам по какой-то причине недоступна база от Maybelline Color Tattoo в оттенке Creme de Nude или какая еще? Creme de Rose там есть. Ну, может быть, она дороже, например, чем вот эта база от марки Гош, то советую присмотреться. На самом деле, эта база намного удобнее в том плане, что ее проще наносить. Ее ни пальцем, ни кисточкой лезть никуда не надо. То есть здесь вот такой вот стик. Это оттенок 001 Nude. И он просто отлично... Точнее, она просто отлично удерживает ваши тени в течение всего дня на ваших веках. Не зависит от того, зашли ли вы в жаркое помещение куда-то. У меня, например, жирная кожа. Ну, как сказать, комбинированная, склонная к жирности кожа. И поэтому многие продукты нам не просто сползают. Но вот эта база, как, например, база от Maybelline Color Tattoo, тоже очень качественная. И несмотря на то, что очень часто и в теплой куртке заходишь куда-то, в магазины приходится там проводить какое-то время, я выхожу абсолютно с такими же тенями, с которыми сошла. И даже вечером, когда я проверяю, скатались ли они или нет. Потому что, ну, я проводила ей тест-драйв, естественно. Тени все остаются на месте. Так что очень могу порекомендовать. В следующий раз уже, когда у меня встанет вопрос, какую из баз купить Maybelline Color Tattoo, либо вот эту, я куплю эту базу от Гош. Потому что, ну, в нанесении для меня она гораздо удобнее и быстрее. Я справляюсь с этим, чем, например, елозить там кисточкой Maybelline Color Tattoo, либо пальцем. Поэтому тоже можете присмотреться. Вообще, она и позиционирует себя как праймер под тени. То есть, это не тени, а именно праймер. Так что, тоже подробное описание оставлю внизу. Сможете там посмотреть. Далее хочу вам показать еще свой самый любимый консилер на данный момент, который я нашла на замену своему любимому от Clorance. Instant Concealer, как-то так он назывался. Который, к сожалению, сняли с продажи. Я его заменила вот этим консилером от марки Calistar. Где-то я уже точно об этом рассказывала. Скорее всего, во влоге, может быть. Но этот консилер действительно стал моим фаворитом. По качеству, как по мне, так они абсолютно взаимозаменяемы. Ничем не отличаются. Они не сушат кожу под глазами. Они отлично перекрывают даже самые темные синяки. В общем, справляется она просто отлично. И поэтому, да, могу вам порекомендовать. У меня это номер один. У нее достаточно экономичный расход. Потому что сам консилер очень пигментированный. И не нужно много его наносить для того, чтобы перекрыть все ваши синяки. То есть вот с первого раза, с одного слоя, этот консилер с этим справляется. Поэтому тоже оставлю вам снизу точное название. Думаю, купить можно абсолютно в любом магазине, где продается косметика. Потому что марка не такая уж и редкая. Обычно почему-то Calistar я так обхожу стороной. Потому что, ну вот она, какая-то у них косметика. Знаете, она, ну, непритягательная, что ли. Ну, косметика и косметика, ничего особенного. Но почему-то вот захотелось мне вот этот консилер попробовать. Но тем более я видела на сайте, что у него достаточно хорошие отзывы и не ошибаюсь. Так что вам я тоже смело могу его рекомендовать. Если вы, например, любили вот как раз Clorance. И следующая вещь, которая фаворит просто на все мои времена, не только в декабре. Это, конечно же, Inglot-овский, Inglot-овский Duraline. Который я тоже безумно люблю. И не раз он меня выручал в тех ситуациях, когда мне из теней нужно было сделать подводку. Когда засохшие подводки, которые можно уже выбросить, оживали. И у меня есть такие подводки, которые я еще заказывала когда-то у Заива. И они тоже достаточно в плачевном состоянии были. Я даже не успела ими толком воспользоваться. Там может быть один-два раза, и они засохли. Но чтобы их не выбрасывать, я купила вот как раз Duraline, который не раз меня выручал. Мало того, что он оживляет ваши подводки, так еще и продлевает стойкость. Потому что подводки, которые вы наносите именно с помощью Duraline, потом достаточно тяжело смыть даже мицеллярной водой, которая предназначена для стойкого макияжа. Также у меня засыхали кремовые тени от Maybelline Color Tattoo. Бесконечно просто засыхать. Я не успеваю даже половину использовать. Они уже становятся сухими, и всегда вот это средство меня выручало. И они делают вот эти тени настолько стойкими, что все остальные на них могут держаться сутками. Поэтому тоже могу вам посоветовать присмотреться к этому средству. Оно вас не раз приятно удивить, когда вам нужно будет спасти какую-то косметику, именно то, что засохло. Либо, чтобы не покупать огромное количество разноцветных подводок, если вы любите экспериментировать, можно купить один Inglot Duraline и пользоваться им для всех этих целей. Так что тоже очень советую. Следующая вещь, которая мне понравилась, потому что она исполняет то, что она заявляет, это вот такой вот сухой шампунь от марки Batiste. Я уже говорила, что я против сухих шампуней. Не то, что против, но не нравится мне ими пользоваться. Мне проще обычно голову помыть, то есть заранее за несколько часов встать, если мне куда-то надо, и все-таки помыть ее с помощью шампуня, чем пользоваться сухими. Но бывают все-таки такие моменты, когда просто нет времени. Для этого я покупаю разные сухие шампуни. Вот до этого у меня от Гош был, он закончился. И решила взять Batiste XXL. Это для объема. Вы понимаете, объем, который дает этот шампунь сухой, он просто нереальный. Я не скажу, что он делает волосы очень чистыми. То есть у меня все равно, когда я его наношу, такое ощущение, знаете, как будто они становятся чуть липковатые. Но за счет этого волосы вот такие вот объемные. Реально, я честно... У меня густые сами по себе волосы. И достаточно проблематично придать им нужный объем, потому что буквально через час от объема уже не остается, если да, потому что они тяжелые, тянут вниз. Но с этим сухим шампунем у меня объем тоже держался около суток. Я даже утром встала. И у меня на волосах еще был объем. Я использовала его и на Новый год, и на Рождество тоже, когда делала себе что-то типа прически. В общем, из того, что я умею делать. Так что в качестве сухого шампуня я бы, наверное, его не посоветовала. Но в качестве, знаете, вот есть такая пудра, забыла марку, красненькая такая. И она придает волосам объем. Действительно, если вы сделаете у корней, насыпите эту пудру, и потом забьете как бы макушку, то волосы становятся очень объемными. Также и с этим шампунем. То есть в качестве средства, которое придает волосам объем, действительно очень крутая вещь. В качестве сухого шампуня нет. Мне не понравилось. Но собираюсь использовать как раз для объема, если мне нужен будет на волосах подобный эффект. И далее хочу вам показать еще две вещи уже из уходовой косметики. Познакомилась я с ними в начале декабря, но уже успела заказать по второму разу. Это марка Cafe Mimi. Если я правильно читаю, ну и правильно ставлю ударение. На самом деле, эту марку я часто видела на сайте Member Shop, где обычно заказываю себе одежду, косметику, сумки и так далее. Периодически там встречается разная косметика тех марок, которые у нас в Эстонии не продаются. То есть можно заказать только сайт, а так я и познакомилась вот с этой маркой. Я уже второй раз беру вот этот скраб антицеллюлитный разогревающий. Я еще этот не открывала, а предыдущий уже выбросила, потому что использовала. На самом деле, соглашусь, я стала читать отзывы, там многие девочки пишут на то, что он не разогревает. Нет вот именно вот этого эффекта, но кожу он действительно выравнивает, и целлюлит становится намного меньше заметен. Я пользовалась вот сначала целый месяц, и могу сказать, что кожа действительно от него ровная, и он действительно ничего не разогревает. Но какой потрясающий вообще у него аромат. Это просто не передать словами. И если у вас... Вот здесь при вас открою. Если у вас продается, знаете, пахнет какими-то пряностями. Я обожаю такие запахи, поэтому второй раз и купила этот скраб. Стоил он, ну, по-моему, без скидки он стоит в районе 5 евро. В России я читала 280 рублей. 3,5 получается. Могу посоветовать, как альтернатива, например, от Organic Shop, по-моему, у них есть такой клубничный подобный скраб, который, ну, тоже просто он не разогревает ничего, но стоит в несколько раз дороже. Вот могу посоветовать как раз этот кафе Mi Mi, потому что мне... Ну, лично мне он очень понравился. И следующее, что я могу вам порекомендовать от этой марки, это вот такой вот мицеллярный раствор с углем. Детокс. Глубокое очищение. Очищение. Почему я уже третий раз говорю очищение? Глубокое очищение для проблемной кожи. На самом деле, я когда впервые попробовала именно с углем подобные продукты, это была марка Biore корейская, то я решила, что только такую я и буду покупать, но потом на сайте они пропали. И вот второй раз я встречаю именно с углем, правда, от другой марки, но решил рискнуть попробовать, и мне очень понравилось. Действительно, ощущение на коже... Ну, вот прям видно, что она чище, чем, например, если я буду использовать мицеллярку от марки Garnier, хотя я тоже очень ее люблю. Ну, вот это могу порекомендовать, потому что, ну, стоит она 250 мл. Здесь, по-моему, за 3 евро я ее купила. Без скидки она, по-моему, 5,99 стоит, но она действительно справляется просто на ура с макияжем, и вот есть вот это ощущение чистоты. Естественно, потом я умываюсь, еще у меня там есть какие-то этапы очищения, но я заметила, что кожа стала намного ровнее, может быть, это вкупе со всеми вещами, которые я использую, может быть, здесь и как раз вот действие вот этой мицеллярной воды, она прям черная на ватке выглядит, и, ну, может быть, даже для кого-то будет устрашающе, но на самом деле ничего страшного, справляется со своей задачей она отлично, поэтому, если будут еще, обязательно буду покупать, и вам тоже могу порекомендовать вот вообще присмотреться к марке Кафе Мими, потому что у них достаточно много хороших положительных отзывов. И следующие два средства, которые я вам хочу показать, тоже для ухода за кожей лица, вообще я смотрю, уходовая косметика потихоньку вот десняет декоративно, то есть покупаешь все больше именно что-то для того, чтобы ухаживать за кожей, нежели чем просто чем-то ее накрасить. Хочу вам показать два средства, первое, это вот такой вот очищающий бальзам для снятия макияжа. В свое время я пробовала такую корейскую марку, которая называется Хеймиш, надеюсь, я правильно ставлю ударение, и решила для меня, ой, я решила, что для меня это будет самый приемлемый и самый лучший способ очищения, который я обязательно внедрю в повседневную рутину, когда я смываю свой макияж. И сейчас в последнее время мне неприятно стала косметика на лице, поэтому очищаю я лицо довольно интенсивно, то есть я сначала могу использовать материарку, потом наносить вот этот бальзам уже для закрепления, но вы можете использовать и самостоятельно его, потому что это просто чудо вещи, наверное, лучше, чем этот бальзам, макияж не растворяет просто ничто. Все это дело внутри выглядит вот так, здесь, ну, крышка такая, ложечка, которой вы можете залезть туда и набрать вам бальзама сколько нужно. Я пользуюсь им достаточно тоже интенсивно, и вы видите, сколько много у меня еще осталось, потому что расход очень экономичный, это средство, ну, распределяется по лицу как бальзам, поэтому его не надо, если у вас не слишком интенсивный макияж сделан, его не надо очень много для того, чтобы смыть все это с лица. Очень могу порекомендовать, вы можете и корейской марки как раз присмотреться, которая продается на Wildberries, это Beauty Bay, о, Beauty Bay, Beauty Bay марка, 7,25, по-моему, стоит такая упаковка, и это очень выгодное вложение, потому что, ну, вот, как видите, расход просто минимальный. Так что советую присмотреться, все ссылки я вам и на Beauty Bay, и на все, что я сегодня показала, я оставлю внизу, как я уже говорила, на Beauty Bay международная доставка, ну, вот в Эстонии, например, 9 евро без трека, 11 евро с треком, ну, я беру за 9 как раз вот без трека, хотя вот первый раз я, по-моему, за 11 брала. И следующее средство от марки The Ordinary, я часто покупаю их косметику, во-первых, потому что она достаточно эффективная, лично для меня, во-вторых, она достаточно бюджетная, вот, например, я купила себе вот этот вот кровавый пилинг, который очень-очень популярный был в свое время, и вот когда он был как раз на пике популярности, может, я не знаю, только он вышел, либо он был такой классный, что все его раскупали просто в момент, и я его никак не могла поймать, и в этот раз я все-таки поймала, и он был со скидкой, по-моему, в районе 6-7 евро, это кровавый пилинг, и действительно он выглядит, как кровь на лице смотрится, ну, крайне неприятно, вот, поэтому я пользуюсь, пока меня никто не видит, потому что я выгляжу достаточно странно, как будто у меня какая-то аллергия, но, в общем-то, использую я его два раза в неделю, ну, может быть, сейчас пореже, потому что кожа пришла в тот вид, который меня на данный момент устраивает, и как раз сейчас время года, когда им, в принципе, можно пользоваться активно, потому что сейчас нет такого солнца яркого, ну, то есть оно светит, но особо не греет, и когда SPF защита еще не так сильно нужна, и он не вызовет просто пигментацию, поэтому сейчас, да, самое время им пользоваться. Могу сказать, что когда я использовала его две недели, то кожа потом реально как у младенца, вообще никаких шелушений, никаких черных точек, все просто идеально, поэтому эту вещь я обязательно поселю в своей косметичке на совсем, и периодически буду покупать, когда она будет заканчиваться, ну, здесь достаточно большой объем, я думаю, хватит надолго, потому что действительно оно работает так, как это заявлено, то есть везде, где пишут положительные, хорошие отзывы на это средство, я просто совсем согласна, потому что мне этот кровавый пилинг тоже сыграл очень такую хорошую работу для моей кожи, так что обязательно присмотритесь, если еще не пробовали, вот, надеюсь, вам тоже понравится, так что, наверное, на сегодня это все, что я вам хотела показать из косметики, буду заканчивать видео, остальное, наверное, уже покажу во влоге, какие-то покупки, может быть, для дома, косметику уже не буду туда пихать, если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите мне в комментариях, я всех поздравляю с праздниками, с наступившим Новым Годом, с Рождеством, надеюсь, что все у вас хорошо, что вы здоровы, и ваши близкие рядом, и пусть так будет все время, так что жду ваших комментариев с вопросами, либо просто поболтать, и увидимся в следующем влоге, всем пока!